Итак, Ирина, я прочитал ваше большое сообщение, оно очень хорошо написано, в том плане, что сохранен общий смысл повествования, и тут надо сказать, что вы неплохо выражаете свои мысли письменно. Начнем мы по новой семье, я говорил, что у нас будет два видео, две части, первую часть и вторую часть, буду я начинать с семьи, почему, потому что последующие проблемы, то есть проблемы с сыном, проблемы с личными отношениями, во многом определяет именно семья. И несмотря на то, что вы написали про свою семью приличное количество текста, в общем-то, описали ее достаточно подробно, тем не менее, некоторые моменты все же не раскрыты. Но, я не буду сейчас задавать вам вопросы, а расскажу о том, что происходило у вас в семье и как это на вас повлияло. В последствии как повлияло на общение сына. Итак, ваша мама является центральной фигурой. Проблема с ситуацией, потому что папа, как я понял, достаточно выдержанный человек, выдержанный, но тем не менее, не такой волевой, который мог бы взять ситуацию в свои руки. То есть, а кто такие, вообще говоря, артисты? Артисты, люди творчества. И как любые дворцы, тем более дворцы такого жанра, как актерское мастерство, они очень сильно зависят от славы, от вдохновения, от порыва, от какого-то такого, знаете, творческого творчества. И поэтому нет ничего удивительного в том, что ваша мама, она пыталась привлечь к себе внимание. Может быть, сама даже того не осознавая. Эти ее истерики, смены мужчин, значит, симуляции обморока, которые, кстати, еще нужно провести. Все это, безусловно, говорит о том, что ей не хватало вот какого-то внимания уровня, внимания уровня, может быть, страсти. И вот это вот все бытовое, вот это вот все такое обыденное ее, безусловно, не устраивало, ее это напрягало. И именно поэтому она и с вашим отцом постоянно ругалась, и далее, также меняла своих спутников жизни очень быстро. Но основная проблема заключается в том, что она все равно, даже при условии, что ваш отец с ней никак не спорил, не дрался, все равно она им манипулировала. Все равно она им управляла. Может быть, не полностью, может быть, не так, как ей хотелось, и в итоге ваш отец ушел от нее, потому что понял, что ему не устраивает такая жизнь, да? Но, тем не менее, она им управляла. Она наставляла ему пусть какое-то время делать то, что вот ей нужно. И в этой ситуации первый образ, который вы видели, это то, что женщина, ваша мама, постоянно критикует, спорит, ругает вашего папу, а он как бы, ну, все это терпит, получается, и как-то вот старается сдерживать. Но в итоге все равно не выдерживают и уходят. То есть, первая модель поведения вашей мамы, это как такое эгоистичное, направленное только на свои интересы, свои нужды, поведение. Игнорирование интересов всех, вообще всех, кроме себя самой. И, в общем-то, такой, не сказать, чтобы слабый, но и, к сожалению, не сильный мужчина, уж точно не гарант стабильности, не гарант какой-то определенности и защищенности. Потому что, ну, вот такой можно сделать вывод из вашего описания семьи. Хотя, может быть, вы, если напишете подробнее, как вы относились, например, к отцу, как вы относились к маме, но, тем не менее, мама все время вас ругала. И вот, то, что она вас постоянно ругала, причем ругала, как бы, не вас одну, а вас и ваших сестер, то вот почему человек ругает, да, не интересуется, допустим, жизнью ребенка и так далее. Ну, потому что, посвященный, как бы, все его помыслы, посвященные только самому себе. И дети, возможно, на какой-то момент, действительно, ваши мамы были нужны, но очень быстро она поняла, что кроме забот, кроме хлопот, мне ничего не дадут и относилась к вам именно, соответственно, так. Отец, ну, у отца просто не хватило воли, чтобы взять все в свои руки, чтобы полностью нести ответственность за вас, с этим объясняет этот факт, что вы остались с мамой после того, как родители разошлись. И самое главное, заключается в том, здесь, конечно, довольно слабая грань между тем, кто касается мужчины, тем, кто касается вас, как члена семьи. Ну, мы постараемся эту грань соблюдать, значит, когда человек, ребенок не получает любви и заботы в достаточной степени, то, естественно, он занимается в себе. Вот, представьте себе, да, что вы маленькая, и вас себя наугает, потому что вы не такая, неправильная, некрасивая, и они как-то о вас не заботятся, не покупают вам ничего, естественно, сколько это видят, и, как бы, добавляют масло в огонь. И вот это все вместе раздает ощущение, вообще говоря, беспомощности, вообще говоря, некой такой жертвенности и одиночества в мире. И вы это, безусловно, очень хорошо чувствовали, потому что именно так, именно такое поведение, поведение с обидности, зажатости, и оно, как бы, готовности к тому, что вам сейчас делают что-то плохое. И ощущение, что вы не значите ничего для окружающих, вот именно это поведение бросало в глаза всем тем, кто причинял вам негатив, всем тем, кто как-то оказывал вред вам. И поэтому, вот эта вот материнская любовь, материнская забота, она вам не знакома, изначально. И вы все время, как бы, находились в принуждении. На отца положиться вы не могли, хотя он вам помогал, но, как я понял, не было, не было это, помню, достаточно, на отца вы положиться не могли. И отчаянно нуждались в чем? В любви к себе, безусловной. В заботе к себе, безусловной. И, собственно, к этому вы и стремились. После того, как ушли из дома и стали жить уже один. И у людей, которые оказываются в вашем положении, есть два выбора, два варианта поведения в таких случаях. Первое, это сломаться. То есть, вот, ну, просто сдать все свои позиции и просто смириться с тем, что вот человек ничего не значит, да, человек не на то не способен и так далее. Но, ваша мама, будучи достаточно от своего человека, видимо, передала вам по наследству данные и качества, по крайней мере, качества в, так сказать, начальных формах, здоровья, которые вы могли развить. По-своему, конечно, но развить. И поскольку, ну, вот, на мужчину положиться вы не могли, от вас требовалась забота. Забота по отношению к сестре. То есть, ответственность. То есть, вы осознавали, чувствовали ответственность и вынудили были защищать себя, защищать сестру. И вообще говоря, вести себя очень жестко и по-мышке. И вот эти ситуации стали, как бы сказать, изначальными для вашего последующего поведения, именно поведения, довольно доминирующего, поведения там жесткого и так далее. Почему ваша мама так себя вела? Потому что, ну, вообще говоря, вот, люди творчества, они обычному человеку, не имеющему отношения к творчеству, всегда мало понятно. Потому что, ну, вот, знаете, творцы, люди искусства, ведут свою беседу не с теми людьми, которые рядом с ними. Как правило, и вы отчасти это сами подтвердили, отчасти такие люди ведут беседу с кем-то, перед кем они преклоняются. и когда ваша мама была в быту, этот быт был ей противен. Противен, потому что это все было не тем, чего она хотела, чего требовала ее, вот, эта вот артистичная, актерская натура. она хотела играть роли, хотела, там, как-то расти творчески, а все вот это, это ее, ну, иного надо. И, наша мама не была сейчас в нашем самом деле. Потому что, ну, не от хорошей жизни, в общем-то говоря, люди ругают своих детей, не от хорошей жизни люди истериат, собственно. Да, то, что ваша мама была истероидом, это, я думаю, факт точно, доставим. Вообще говоря, истероид, это такая слабая, нормальная, адекватная форма истерии, когда человек испытывает болезненную потребность во внимание со стороны других людей. естественно, эгоцентрия, то есть отсутствие мнения другого человека.